Поверхность плоскости покрывается вот такими орнаментами. И на первый взгляд это простое украшение. Но, как время показало, орнамент использовался как оберег, потому что орнаментом покрывается внутренняя сторона изделия. Художник из Владикавказа Вадим Джоев создает традиционную осетинскую мебель, которую раньше можно было увидеть только в музеях. Мастер решил возродить изготовление домашней утвари и предметов обихода, так как многие из них уже стали пережитком прошлого. Первое, что я сделал, это были осетинские стульчики на трех ножках. Опять же, у меня такая связь с ними была, потому что с детства как-то это запомнилось. И, говоря, дедушка, когда мой с войны пришел, первое, что он сделал, это он сделал такие стульчики трехногие. Такой стол-ларь для хранения муки увидеть в современном осетинском доме уже не получится. Хотя еще полвека назад этот предмет мебели был практически на любой кухне. Это такой хозяйственный ларь, по-осетински называется гом. Он использовался для сыпучих всяких веществ. Круп, зерна, пшеницы и так далее. Все, что сыпучее было, оно здесь складывалось. Запасы. И вот внутри, вот в этом нету никаких перегородок. Обычно бывают перегородки, где для разных видов, там, например, мука отдельно, пшеница отдельно. У моего дедушки в селе такой был, только размером побольше. В руках умельца старинные предметы мебели обретают вторую жизнь. Также по их аналогам художник создает новую мебель. В своей работе мастер не использует современные инструменты, шурупы и гвозди. Все делает по технологии, которую использовали столетия назад. Вот это кресло, оно составное, оно собрано. Его можно полностью разобрать, ну, естественно, собрать. Держится оно на трех вот таких вот колышках, вот здесь они есть. Вот это я не стал тонировать, чтобы видно его было, вот эта колышка. И если вот так их вот вытащить, три колышка, вот здесь еще одно есть, то он полностью разбирается, складывается. Его можно перенести в любой конец соседи без проблем. Причудливые орнаменты сочетают в себе древние геометрические фигуры и символы. Один из них – солярный знак. Он присутствует практически на каждом изделии. Жители Северной Осетии уже стали приобретать в свои дома и офисы традиционную мебель. И в современном интерьере она нашла свое место, украшая пространство. Выглядела эта табуретка изначально, скорее всего, так. Может быть, она была сборная, точно не скажу. Я сам в мебели, может, не особый знаток, но точно знаю, что это практически точная копия. Она была раскладная, эта ножка каким-то образом доставалась. Не буду показывать, потому что я этого не делал. Ну, знаете, такая удобная вещь, почему-то все любят садиться именно на нее. Хоть она и такая табуретка подобная. Сохраняя традиции и культуру осетинского народа, художник идет в ногу со временем. Благодаря работе мастеров, дома людей вновь возвращаются уже позабытые предметы мебели и утварь. Елена Смирнова, Михаил Безуглов, 15-й регион.